друзья всем привет сегодняшнем видео я вам покажу как очень вкусно завялить вот таких вот карасиков весь процесс у меня занял где-то около недели рецепт как очень вкусно завялить вот таких вот карасиков только что приехал с рыбалки правда у меня тут немного но они еще живые здесь у меня около 3 килограмм сейчас я их положу в морозилку и чтобы у них исчезли все болячки такие как апистархоз ну и мало ли что еще у карася может быть в таком виде их нужно сейчас проморозить ровно три дня для моего рецепта это делать обязательно так что отправляю их сейчас в морозилочку и через три дня продолжим и так прошло у меня три дня как вы видите карасики еще замороженные в кол еще раз повторюсь что морозил я их специально что если вдруг в них были какие-то паразиты типа апистархоза за три дня это все убивается теперь их надо разморозить и можно приступить к засолке объясню почему я их изначально не стал потрошить то есть пока они у меня были свежие потрошить их не очень удобно сейчас они заморожены чуть-чуть подтают очень легко будет их разделать и почистить ну и пока рыбка размораживается сразу же приготовим рассол для этого берем какую-нибудь емкость налил я в нее для своего количества рыбы 5 литров воды дальше сюда засыпаем на 5 литров воды 3 ложки сахара столовых небольшой горкой и пол килограмма соли вода у меня здесь обычно из-под крана теперь это дело все очень хорошо перемешиваем до полного растворения и рассольчик наш готов при желании сюда можно добавить как лаврушку так и другие различные специи я же предпочитаю именно вот такой вот рассольчик то есть только соль и сахар в таком рассоле рыбка получается малосольная на сахар действует как усилитель вкуса то есть сахар добавлять обязательно итак карасики немного подтаяли обратите внимание что полностью размораживать не стал мне так будет легче разделывать делаем вдоль хребта надрез главное чтобы был острый нож дальше все очень просто сделали надрез прошли и дальше режем голову тут наверно самое тяжелое это разрезка головы карасик с икрой попался дальше все вот это вычищаем и убираем вот эту вот черную пленочку пленочка убирается очень хорошо под краном обычной щеткой ну и точно так же поступаю с остальными карасиками делаю надрез вдоль хребта и разрубаем голову если карась был свежий чуть-чуть бы он чистился посложнее но это тоже с икрой получается у меня попался только один карась без икры ничего удивительного сейчас весна карась вот-вот должен начать нереститься вот так вот хорошо помыл карасика и сразу же его можно отправлять в рассол точно так же поступаем с остальными карасики у меня все где-то до килограмма если бы были больше килограмма я бы еще с другой стороны сделал бы надрез около хребта чтобы они лучше просолились а так ничего больше делать не надо чистим и укладываем уверен что получится обалденно вкусно рецептик этот проверен годами но заморочек немного побольше чем солить сухому посоли ну и вот друзья вся рыбка помыта почищена отправлено в рассол можно немного и так помешать дальше накрываем все это дело крышкой и на семь восемь часов отправляем в прохладное место я поставлю в холодильник так что увидимся следующий раз часов через семь этого будет полностью достаточно чтобы рыбка хорошо просолилась сейчас у нас время четыре часа вечера так что увидимся где-то в двенадцатом часу ночи и так для вас пролетело мгновение у меня прошло почти что восемь часов семь с половиной время час пол двенадцатого как вы видите карасики вот так вот уже хорошо засолились самое время их отправлять вялиться кстати по соли получилось очень отлично ничего не переборщил ничего не пересолил у меня есть вот такой вот чудесный дегидратор она же турбосушилка надеваю на крючочки отправляем свою туба сушилочку чтобы они вот так вот не закрывались взял 5 зубочисток у меня 5 карасей здесь и вот таким вот образом их раскрываем если вы хотите сушить карася на улице или где-то под навесом то обязательно рекомендую накрыть его марлей чтобы никакая муха не села не отложила свои личинки моя турбосушилка абсолютно герметично так что никакая муха сюда точно не залетит тут стоит у меня четыре вентилятора от компьютера и блок питания ветер довольно таки неплохо дует закрываем и уже будем ждать конечного результата и так прошло уже восемь часов давайте посмотрим что там у нас творится рыбка уже подветлилась немного но еще сыроватая на улице у нас еще прохладно где-то плюс 10 градусов поэтому не такой быстрый процесс как хотелось бы у нас уже практически неделю на улице стоит вот такая вот мрачная сырая погода то дожди влажность воздуха большая поэтому процесс вяления не такой быстрый как хотелось бы без всякого сомнения карасе еще сушить и сушить то есть оставляю их еще на одни сутки ну и надеюсь что завтра уже увидимся когда все будет готово рыбка немного уже подвялилась поэтому снял зубочистки и вот так вот и и уже спокойно вывернул в обратную сторону чтобы она сохла быстрее и так друзья сначала момента вяления моих карасей прошло ровно три дня давайте посмотрим что тут уже у меня получилось вот такая вот красотища уже получилось то есть если мне надо было чтобы мясо было уже суховатым я бы скорее всего еще велел одни сутки но мне для пива вот такие вот карасики самый-самый раз по этому рецепту мясо у карася получается где-то средней солености смотрите какие они жирненькие какая красота получилась как вы могли убедиться ничего сложного в сушении нету соответственно если у нас на улице не стояла сырая погода завялились бы они где-то за день за полтора ну так как у нас идут дожди очень большая влажность мне пришлось ждать трое суток а так рецепт отменный всем рекомендуем конечно же камера не сможет передать вам все вкусовые качества что у меня получилось могу только показать визуально что мясо довольно такое жирненькое в меру подвяленные честно сказать у меня уже бегут слюнки если бы я вял карасиков без дегидратора то это бы у меня заняло где-то около недели вот так вот три дня рыбка готова так подведем итоги вымораживая рыбку три дня потом семь часов высаливал и три дня она у меня сушилась на все про все у меня ушло шесть дней я думаю это не так уж и долго ну а на этом у меня все всем кто досмотрел это видео до конца спасибо за просмотр надеюсь что этот рецепт вам придется по душе всем пока и до новых интересных видео и всем удачи на рыбалке